Антон, как правильно, ажур, эйжур, азур – это вопрос, бентежить многих? Азур – это Франция, Бельгия, там любят такое произношение. Ну, тем не менее, если уже в целом говорить про французский, английский акцент, то это, я думаю, тема достойная отдельных докладов на конференции. Круто. Я не так просто спитав. Моя одна задача зі списку, яка стоїть перед модераторами, це представити спікера, і Антона доволі легко представити. Якщо, можливо, хтось там не знає, то можна його описати декільками словами. Антон – це людина Microsoft Azure. В моїй голові це так. Тобто, це не співзасновник, а засновник найбільшої комьюнити Microsoft Azure в Україні, спікер на багатьох конференціях. І взагалі це людина, яка може відповісти, здається, на майже будь-які питання про Azure. Якщо вона не відповість, то скаже, хто зможе відповісти. І дуже класно, що Антон відкриває нашу програму, відкриває доповідь про інструменти і вимоги, в якому порядку треба підходити до цього всього, якщо нам треба робити… Як це інструментування чи моніторинг? І це ми зараз все дуже круто дізнаємось. Перед початком ще буквально одна хвилина вашої уваги. Я, як модератор, буду дивитись на питання, які задаються, і в кінці я їх буду оголошувати Антону. Тому, якщо ваше питання з якихось причин не озвучиться, це означає, що я його пропустив і винен у всьому цьому я, тому всі претензії потім будете виставляти до мене. А зараз я переду слово Антону і будемо слухати, сподіваюся, чудовий доповідь. Да, спасибо большое тебе, Сергей, за представление. І вправду все, як ти сказав, именно так мене в основному знают в IT-сообществах, як чоловік, який постоянно рассказыває про благо Майкрософта, конкретно про Azure і так далі. Але, тим не мене, сьогодні у мене доклад, в якому Azure не буде практично совсем, але це буде по той причині, що, скажімо так, як архітектор, в останні, наверное, вже 5 років своє кар'єрі, я смотрю, що коли ми говоримо про облако, чи коли ми говоримо про якусь технологію, дуже важливо розуміти, що технологія – це інструмент. І якщо ми не до конца понимаємо, як і для чого ми применяємо цей інструмент, то у нас получается, як в той шутці, говорить, що хазяйці на заметку, шуруп, забитий молотком, держиться крепче, ніж гвоздь, закрученний отверток. Іменно об цьому сьогодні і буде мій доклад. Я хочу розказати мій опыт, як ми робили в доволі в большому масштабі мониторинг, стандартизований мониторинг наших приложений, які ми робили, і як ми прийшли до того, що інструмент, при помощі якого ми робимо сам мониторинг, він не так важен, як непосредственно подход, який ми використовуємо для мониторинга в цьому. Ну і почнем с небольшої історії. Часто получается так, що я прихожу к ребятам, а зараз я работаю в основному с разными сервісними компаниями і конкретно більше всего работаю з компаниєю, яка називається «Валтек». Основной бізнес цієї компанії – це создання і підтряга разных маркетингових платформ, e-commerce платформ і так далі, і так далі. І важний момент именно здесь – це підтряга. Клиент платить за разработку, допустим, e-commerce решення, і потім клієн доплачує нам за то, щоб цей e-commerce продукт хостився де-то. Не суть, навіть не обязательно, щоб вважати. Але ми вже отвечаємо своїми деньгами, своєю головою за аптайм цього продукту. Якщо він уйдет в офлайн, то, соответственно, клієнт буде терять деньги і никому от этого лучше не буде. І часто буває таке, що приходиш в команду і говориш, що там «Ребята, як ви понимаєте, що ваше приложення роботає, коли приходиш к разработчикам». Ну, перший пункт я добавив, тому що в начале моєї карьери, в начале 2000-х, мені іноді відвичали даже так, що якщо пользователь набрав трубку і сказав, що приложення не работает, значить не работает. Але я таке навіть не буду комментировать, це ні в коїм случае не про нас, це просто як така ще одна шутка-байка від архітектора. Дальше. Що є ще? Ще є варианты, що ми меряємо загрузку CPU, і якщо загрузка CPU пошла вверх, то ми починаємо какое-то исследование, тому що, можливо, це показатель того, що в нас проблема. І вроде как звучить вполне логично і вполне правильно, але с другой сторони, це те, що CPU пошло вверх, це не означає, що у вас все плохо. Можливо, і ребята, які, допустим, активно работають з такими продуктами, як Kubernetes, скорее всього, вони змогуть даже підтвердити цей тезис, що якщо у вас багато загрузка CPU, це не обязательно означає, що у вас все плохо. Це може означає, що наоборот, ви просто настоящий линдзя, який змог спакувати все настільки плотно і настільки хорошо, що у вас максимально эффективно используються ваше железне, виртуальне які угодні ресурси. Тому це теж, я би не сказав, що це такий хороший способ мониторити ваше приложення. Дальше. Ми займаємося стримінгом всіх наших логів в ELCastec. Інтересно, хорошо, теж модно, молодежно, і нельзя сказати, що це плохо, тому що це теж хороший подход. Але проблема в чем? Дальше. Средний веб-сайт сейчас, который делает компания ВАЛТЕК, если мы со всех компонентов абсолютно все логи будем собирать где-то куда-то, неважно в каком решении, то даже средний нагрузки веб-сайт может за день вам сгенерить примерно 20 гигабайт логов. Теперь представьте, что у вас где-то что-то пошло не так, і вот удача вам анализировать эти логи. Едем дальше. Мы будем запускать какой-то веб-пинг, допустим, при помощи такого сервиса, как Pingdom, и будем мониторить, что наш сайт работает. Тоже неплохая штука. Если Pingdom отворился, то, скорее всего, где-то что-то как-то с сайтом плохо, и нужно пойти и как-то это исследовать и разобраться, что же не так. Проблема здесь в том, проблема здесь в том, что а что именно мы будем проверять при помощи Pingdom? То есть мы будем там, не знаю, дергать главную страницу сайта, мы будем дергать что-то еще. Если главная страница работает, означает ли это, что работает весь остальной сайт, в том числе, допустим, какие-то интеграции с третьисторонними сервисами, допустим, не знаю, а-ля там новая почта или QPay, и так дальше, и так дальше, которые могут быть нужны для нашего e-commerce продукта. Поэтому тоже это не самый идеальный вариант и неполное решение, которое не покрывает всех потребностей, по крайней мере, которые у меня есть. И даже вот ответ вида, что мы мониторим это при помощи Прометиуса, отображая метрики при помощи графана, ну, вроде когда вот все уже такие ключевые как бы слова здесь есть, вроде как все хорошо, но основная моя претензия вот к этим ответам, она следующая, да, что как архитектор, как архитектор, первоначально меня не интересует вообще, как мы это сделаем, первоначально я должен задаться вопросом, что мы делаем, а только потом уже как, да, потому что, как я уже говорил, я это буду повторять много раз сегодня, технология это всего лишь инструмент, да. Теперь смотрите, что у нас есть, у нас есть наш dev, у нас есть наш ops, и мы даже говорим, вот у нас, значит, реализованы DevOps практики, мы говорим, что у нас там есть опять же continuous integration, continuous deployment, вроде как все прекрасно работает, да, как бы вроде бы все автоматизировано, но, да, в какой-то момент разработчики сделали там готовую первую версию этого e-commerce продукта. Они приходят в cooperation команде и говорят, все, ребят, мы, значит, там выходим через неделю в live, и дальше вы включаетесь по полной, да, там у нас три уровня саппорта, L1, L2, L3, вот, и как бы вот вы должны отвечать за там uptime системы, причем за uptime не просто за uptime серверов, да, потому что, как бы, uptime сервера прогарантировать проще простого, вот, а за uptime именно приложения, которое на этом сервере размещается, вот, и Ops команда говорит, да, типа легко, без проблем, и возвращается обратно к dev команде, она говорит, ребята, а как мы можем вообще вот понять, что приложение работает, да, они такие, ну как, ну, зашли на главную страницу сайта, вот оно и работает, ну, и в результате вот эти вот, как бы, циклы, да, как бы, ходим туда-сюда, да, там, пытаемся выяснить, как же нам люди, да, вот, как бы, которые сидят на саппорте, да, как бы, как они могут попытаться понять в случае каких-то неисправностей, во-первых, да, как они поймут, что сайт работает не так, как ожидается, во-вторых, да, как бы, что им делать в этом случае, пытаться решать самим, эскалировать на dev команду, ну, короче, как бы, все это тяжело, и вот об этой части на самом деле, как бы, мало кто задумывается в сервисных компаниях, но вот я последние там несколько лет с этим сталкивался очень активно, поэтому об этом и рассказываю. Смотрите, когда мы говорим про devops, я всегда, и в этот слайд, если вы следили за моими презентациями, видели уже не раз в интернете, я всегда говорю, что devops состоит из трех этапов, как культура внедрения devops состоит из трех этапов, что первоначально у нас есть люди, вот, дальше у нас есть процессы и третий у нас есть продукт. Именно таким образом мы решали эту проблему внутри компании Valtech, да, то есть мы начали с чего? Мы начали с людей, да, вот я говорил, что у нас есть dev команда, у нас есть ops команда, и если ops команда, она плюс-минус как-то еще может быть централизированной, да, и у нас может быть такое, что, допустим, там, не знаю, есть там а-ля один ops-инженер, и он, допустим, там, был заенборджен на, не знаю, там, пять каких-то там сайтов среднего размера, да, то есть в целом, в целом он должен понимать, как работают разные hosting-платформы, да, но конкретно вот там по пяти сайтам, за которые он отвечает, он может там рассказать даже чуть глубже, уже где-то что-то понимает контекст, но тем не менее все равно он не имеет такой глубокий уровень погружения, как dev команда. И это вполне логично, как бы, от него такого ожидать не стоит. Поэтому, когда мы говорим про людей, то первое, что мы решили сделать, мы решили найти, собственно, какой-то вот такой общий знаменатель, да, как бы мы решили пойти от того, что сделать common ground и сказать, что, ребята, вот у нас есть такие требования, да, и давайте для того, чтобы вот все говорили об одном и том же, мы их согласуем и все этим требованиям будем соответствовать, да. На самом деле то, что я вот буду рассказывать сейчас, это даже там определенный кусок внутреннего курса, поэтому вот эта часть, она такая плюс-минус там академическая, я постарался повыкидывать некоторые лишние детали и остановиться только на главном, да. Что является главным? Смотрите, если мы говорим с точки зрения архитектуры, да, то с точки зрения архитектуры есть такое понятие, как атрибуты качества системы. И один из этих атрибутов – это штука, которая называется observability, да. И observability – это то, что можно, очень важно, как бы, да, что можно, во-первых, померять, да, и это, собственно, метрика, которая отображает, насколько хорошо я по каким-то сигналам, которые мне подает система, могу понимать, работает она или нет, да. То есть, допустим, как я говорил, да, вот я захожу, допустим, на там главную страницу сайта и оно мне возвращает HTTP 200, и оно мне генерит главную страницу сайта, и я понимаю, что все хорошо, да. А потом я захожу в какой-то другой момент на главную страницу сайта, а оно мне возвращает 500, да. И вроде как я понимаю, что все плохо, да, но с другой стороны показатель observability довольно низкий, потому что если мы берем там enterprise, скажем так, системы управления вот именно там e-commerce и так дальше, то эти системы могут состоять, там, не знаю, из 20-30 компонентов, да. Я захожу на главную страницу и вижу 500-ку. Это означает, что где-то вот в этих 20-30 компонентах что-то пошло не так. То есть это мне не дает абсолютно вообще никакого понимания, что, где, как и происходит. Другой важный тезис, который здесь тоже стоит сказать, что у нас могут быть вот эти вот метрики, по которым мы понимаем состояние системы, они могут быть, скажем так, более general, более общие. Например, там, не знаю, загрузка CPU, загрузка процессора, там, количество HTTP-запросов в очереди и так дальше, и так дальше. Я бы нам, наверное, больше даже отнес эти метрики к, скажем так, инфраструктурным метрикам, да. А могут быть какие-то метрики, которые нам нужны все равно в контексте нашего приложения. Например, если есть какой-то payment gateway, то количество транзакций, там, за единицу времени, да, там, которая проходит через этот payment gateway. В разных ситуациях те или иные метрики могут быть использованы для решения, опять же, разных проблем. Но если так вот именно посмотреть, что в моем идеальном мире представляет из себя observability, да, observability – это когда я могу смотреть вот в такое, скажем так, бесконечное зеркало, да, когда я могу делать такой infinite zoom. То есть у меня есть представление на высоком уровне, да, как бы у меня есть набор метрик, которые мне показывают на высоком уровне, что с системой что-то не так, а дальше у меня есть уже возможность занырнуть глубже, сделать какой-то срез, посмотреть те наборы метрик, понять, что, ага, это проблема вот конкретно с таким компонентом, сделать еще срез, нырнуть еще глубже и так дальше, и так дальше, и так дальше. Для того, чтобы все это было возможно, да, нам необходимо, чтобы мы умели поддерживать, ну, плюс-минус, как бы, есть три вида измерений, хотя можно там ограничиться и двумя. Но, тем не менее, первый вид измерений – это что? Это метрики, да. То есть метрики – это то, о чем я уже говорил, это может быть показатель загрузки CPU, загрузки оперативы, это может быть показатель количества запросов, которое прошло через систему, не знаю, там, среднее время запроса за последнюю, там, минуту и так дальше, и так дальше. Дальше у нас могут быть так называемые события. Мы их отделяем от метрик, да, события – это то, что у нас возникает, когда выполняется определенный набор условий. То есть это может быть что, да, как бы, например, у нас возникает событие, назовем его memory leak, да, ну, я сейчас, скажем так, тоже там фантазирую плюс-минус на лету, но, тем не менее, у нас возникает событие memory leak, вот, если выполняются следующие наборы условий, да, например, оператива резко возрастает, потом оператива резко падает, и в момент, пока оператива резко растет и падает, в это же время, поскольку у нас там отрабатывает garbage collector какой-то и ставит все на паузу, у нас резко увеличивается время, которое мы тратим на рендеринг наших страниц, да, там, как бы, или же там, на формирование респонсов к нашему API. То есть вот такой вот набор из разных, скажем так, состояний показывает нам, что, скорее всего, мы можем стригерить ивент, который называется memory leak. И третья часть – это диагностика, да, это вот те вот самые логи, вот те вот самые логи, о которых я говорил, которые мы всегда храним отдельно от метрик, храним их отдельно от ивентов, и здесь тоже немного забегая наперед скажу, что к диагностике мы всегда обращаемся в самый последний момент. То есть когда нам нужно провести какое-то исследование, мы всегда идем от метрик к ивентам и к диагностике. И здесь есть очень важные, скажем так, тоже вещи, которые мы для себя определили, которые мы договорились между dev и ops командой, что они обязаны у нас быть, что касается, собственно, точности этих метрик, да. То есть первое, ну как бы вполне логичное, да, какое значение этой метрики. Дальше, да, как именно мы эту метрику собираем, как мы именно эту метрику получили. Следующее – это конкретное значение или же это уже агрегированное значение этой метрики. Вот, дальше, с какой частотой мы эту метрику собираем, за какой конкретно промежуток времени у нас эта метрика. И, на удивление, на удивление, но тоже вот такой важный момент, что эта метрика на самом деле означает. Я очень много сталкивался с ситуациями как раз, когда, вот я же говорю, внедрение инструментов для мониторинга проходило от продуктов к требованиям, да, и тогда это выглядит так. Давайте возьмем какой-то продукт, да, давайте возьмем, не знаю, там, Prometheus, давайте возьмем Zabbix, давайте возьмем, там, Diamond Trace, там, не знаю, там, еще что-то. Вот. Какие данные он умеет собирать? Вот такие. О, отлично, по этим данным мы будем пытаться понимать, что же происходит с нашей системой. Ну, то есть, это неправильно. Это так часто происходит, но, по-хорошему, это неправильно. Вот. Другой важный момент, который тоже я хотел сказать, я хотел его сказать относительно агрегации, ну, как бы здесь на слайде, на самом деле, две вещи, о которых я хотел поговорить. Первая вещь, о которой я хотел поговорить, смотрите, представьте, что вот у нас есть такой график загрузки нашего процессора, да, и очень важно, что когда мы собираем эти метрики, чтобы у нас был адекватно подобран именно период, через который мы эту метрику собираем. Потому что, с одной стороны, если мы скажем, допустим, мы собираем там загрузку процессора, не знаю, раз там в 10 секунд, раз в 30 секунд, да, то у нас тогда может быть ситуация, что мы будем собирать вот по этому нижнему, да, как бы, допустим, пику, и мы можем случайно пропускать вот эти вот, как бы, высокие скачки. В то же время, если мы собираем вот детально, как бы, да, эту статистику, допустим, там загрузку CPU на уровне раз в секунду, то все мы понимаем, что мы увеличиваем нагрузку на систему, да, и полезных ресурсов на работу приложения остается меньше. Какие-то здесь четкие рекомендации дать тяжело, просто я это здесь оставил для того, чтобы показать вам, что с архитектурной точки зрения, ну, и вообще, когда там в жизни оно так получается, нет никогда идеального решения, да, всегда есть какие-то трейдов, и всегда для того, чтобы что-то добиться, вам нужно чем-то пожертвовать, да, то есть если вам нужен просто автомобиль для того, чтобы он вас возил из пункта А в пункт Б, то можно себе там купить DeuLand, да, если вы хотите ездить с комфортом, наверное, вы захотите купить что-то другое, но при этом вы должны смириться с тем, что вам за это придется больше заплатить. Но только так, к сожалению, никак не начали. В плане агрегаций тоже, как бы, что важно понимать, что вот вы получили, допустим, какую-то цифру, вы померили какую-то метрику, получили какую-то цифру. Что вы делаете с этой цифрой дальше, да, то есть как вы поймете по этой цифре, хорошо вам или плохо, да. И вот я здесь привел специально несколько примеров, что первое, у нас может быть такая агрегация, как просто давайте возьмем среднюю, да, если по текущему графику мы возьмем среднее, то среднее это будет 60, да. И вот если мы смотрим так на загрузку системы, смотрим, ага, 60 процентов, ну, вроде как и нормально, вроде как не то, что вы сильно загружены, вот. Но другой вид агрегации, да, как бы, это, например, P50. P50 – это от латинского percentile 50, то есть по-хорошему это то, что еще вот данный конкретный пример, то, что может называться медиана, да, когда у вас есть, допустим, там отсортированный массив, и вы берете не арифметическое среднее, а вы берете просто средний элемент массива, да, и говорите, что вот это медиана, и в данном случае медиана у меня равна 30, да, то есть в данном случае моя медиана – это вот эта вот нижняя граница, да. Или же, как бы, я могу сказать, что я хочу взять P90, то есть я хочу взять, грубо говоря, на пороге 90 процентов от левого конца сортированного массива, да, посмотреть, какое там значение, там значение будет 95. Почему все это важно, да, потому что, по-хорошему, имея вот эту агрегацию, вы можете легко и просто понять, какой у вас используется, точнее, какой у вас текущий является шаблон нагрузки, да. Если мы говорим, что у нас среднее идет ниже, например, чем P90, то это означает, что у нас шаблон загрузки – это какая-то синусоида, да, то есть оно идет вверх, потом как бы идет вниз, и, в принципе, как бы все нормально. Но у нас может быть ситуация и наоборот, когда у нас среднее больше, чем P90, вот. То есть, например, у вас, как это, скажем так, может выглядеть, да, что среднее больше, чем P90, у нас везде может быть 30-30-30-30, да, а потом какая-то одна может быть там 90, там, или там 100, или еще что-то, да. И это как раз дает вам понимание о том, что у вас сценарий такой, что нагрузка в основном маленькая, но иногда бывают какие-то короткие скачки. Это на самом деле очень важно, потому что, когда вы получаете вот такого рода вещи, это позволяет вам всего лишь там по двум, максимум трем каким-то показателям определить, что, где и как происходит с вашей системой. Когда мы договорились вот в плане теории, когда мы договорились, что, где и как мы собираем со стороны приложения, мы переходим к процессам. И мы говорим, смотрите, теперь нам нужно выставить процессы, как мы будем конкретно, скажем так, работать, как у нас будет настроено взаимодействие между вот, собственно, Dev и Ops командой. Значит, и первое, о чем я хотел бы поговорить, это модель мониторинга, которая называется Use. Эта модель, она расшифровывается как бы по трем буквам, Utilization, Saturation и Errors. И изначально эта модель, она была предложена, собственно, автор этой модели, он ее предложил изначально для того, чтобы мерять производительность. То есть, как бы она была нужна для того, чтобы можно было мониторить перформанс именно вашей системы и находить узкие места. В рамках этой модели подразумевается, что вы определяете ресурсы, которые есть у вас в системе. То есть, вы определяете, например, CPU, вы определяете оперативную память, диск, сетевую карту и так дальше. И по каждому из этих ресурсов вы начинаете мерять вот эти вот три метрики Utilization, Saturation и Errors. И здесь хотелось бы как раз обратить важное внимание на что? Важное внимание на соотношение вот этих вот двух метрик Utilization и Saturation. То, что я говорил раньше, когда у вас CPU загружен на плюс-минус 90%, это может означать, что вам либо же не хватает ресурсов для работы вашего приложения, либо же наоборот, это может означать, что вы молодец и вы смогли настолько хорошо запаковать ваши компоненты вместе, что они используют все ресурсы максимально эффективно. Поэтому вот это вот 90% метрика, которая у вас есть, это как раз показатель Utilization. То есть, текущее использование ресурса идет на уровне 90%. Но второй показатель Saturation, он показывает, грубо говоря, сколько задач у вас сейчас стоит в очереди, да, и сколько задач не может быть обработано. Соответственно, если вы смотрите, что у вас Utilization 90%, Saturation, допустим, 0, это означает, что 90% как бы вы загрузили систему и 0 задач ожидает в очереди. Это означает, что вы молодец, да. А если у вас Utilization там 90%, а Saturation там больше нуля, это тогда означает, что есть какая-то работа, которую вы пытаетесь на систему дать, но система при этом не может ее выполнить, да, как бы у системы не хватает ресурсов, поэтому эта работа, она становится в очередь. Ну и соответственно, если уже у вас совсем все плохо, да, как бы, то тогда у вас могут начинаться вот именно, начинать расти показатель ошибок. Как я уже говорил, эта модель, она больше подходит для мониторинга именно инфраструктуры, но мы говорим, что инфраструктуру все равно мы мониторить должны. Почему? Потому что, когда у нас, допустим, там наш какой-то сайт или наше приложение перестает работать, да, все мы прекрасно понимаем, да, что это может быть либо ошибка программная, либо это может быть ошибка там, не знаю, там сгорел жесткий диск, сгорел план кооперативной памяти в сервере, да, как бы все, приложение перестало работать. Поэтому нам очень важно, чтобы мы имели возможность мониторить и приложение, и инфраструктуру. Это позволяет нам как раз, да, это позволяет нам как раз максимально быстро понять, в какую сторону копать и в какой департамент и в каких людей, скажем так, привлекать за помощью. Ну и немножко про Azure, да, как бы вот один из примеров, да, скриншота, что может быть в Azure использовано для того, чтобы работать по модели use, да, я здесь, если честно, немножко подкрасил этот скриншот, потому что там были имена приложений нашего клиента, да, и по-хорошему я не имею права их разглашать, но тем не менее неважно. Вот это плюс-минус средний сайт, и как вы видите вверху я вывел три показателя, да, я вывел показатель общего количества запросов, http-запросов на систему, вот, я вывел показатель запросов, которые находятся у меня в очереди, я вывел показатель запросов, которые вернулись с пятисотой ошибкой, да, вот, соответственно, как бы, что я смотрю здесь внизу, у меня есть по числам, да, как бы я смотрю, что у меня есть практически один миллион, ну, чуть меньше, как бы, ладно, там, восемьсот семьдесят пять тысяч, восемьсот семьдесят пять тысяч запросов за этот период мне пришло, из них одна целая, там, грубо говоря, три десятых тысячи заварилась с ошибкой, но никаких запросов в очереди у меня не было. О чем это мне говорит? Конкретно вот график говорит мне о том, ну, конкретные цифры говорят мне о том, что система в состоянии, да, вот, конкретно по ресурсу, да, который называется HTTP request, система в состоянии выдержать эту нагрузку, система работает корректно, может, мы не знаем, как правильно сказать на русском capacity, да, как бы, ну, назовем это там мощность или же емкость системы, да, как бы, capacity системы подобрано правильно, потому что нету, ни разу ничего, как бы, не было в очередь поставлено, да, то есть все задачи сразу идут на исполнение, но тем не менее какое-то количество ошибок есть, вот, и скорее всего это означает, что эти ошибки у нас были на уровне приложения, вызванные именно приложением, а не инфраструктурой. Но не суть. Следующая важная вещь, которую определяет автор модели use и, казалось бы, эта вещь настолько простая, настолько простая, что она, вроде как, даже сама собой разумеющаяся, но тем не менее, как раз вот такие вещи, которые сами собой разумеются, это как раз те вещи, которые очень часто остаются за кадром, да, как бы, которые остаются за пределами фокуса нашего внимания. Автор говорит, что когда вам нужно быстро реагировать на какие-то там, не знаю, проблемы, да, когда ваш мониторинг показывает, что у вас что-то не так и вам нужно максимально быстро включиться в работу и что-то починить, то вам это нужно сказать так, то у вас там 20% усилий, да, как бы там по-хорошему поможет вам решить 80% всех ваших ошибок. Для того, чтобы это получилось, да, для того, чтобы вы могли всего лишь 20% усилий потратить и решить большую часть тех проблем, которые возникают с вашим приложением, вам нужно делать очень простую вещь, вам нужно всего лишь делать определенного рода чек-листы, то есть по-хорошему вам нужно продолжать выстраивать процесс, да, вам нужно делать чек-листы, по которым инженеры смогут идти, вот, и в таком случае, да, человек сможет, допустим, там, не знаю, за первый час пройти по чек-листу и определить, либо же это ошибка стандартная, которая уже была и которую вот так вот я решил и все, как бы там, кейс закрыт, либо же он сможет четко сказать, что это что-то нестандартное, с чем мы раньше не сталкивались. Автор самой модели Use, он приводит очень хороший пример и даже, как бы там, в его статье есть вот такой скриншот, именно оттуда я это взял, это, собственно, скриншот из мануала, что нужно делать при аварийной посадке Боинга, да, то есть, как вы видите, когда у вас идет аварийная посадка, это по-хорошему, ну, конечно же, да, как бы я не хочу сравнивать, когда самолет падает с неба, да, или когда ваш интернет-магазин перестает продавать, но, тем не менее, да, как бы в одном и в другом случае давайте договоримся, что и то, и то является ситуацией критической для бизнеса, да, и вот здесь есть очень простой, как бы, и очень такой понятный чек-лист, что нужно делать, да, то есть, первое, нужно сообщить по рации, да, как бы, SOS, мы падаем, нужно, собственно, оповестить команду, да, вот, нужно, не знаю, возможно, как бы что-то сделать с закрылками, я не настолько хороший пилот, как бы, ну, не суть, да, то есть, у вас есть чек-лист, по которому вы просто идете, да, и, соответственно, в результате у вас получается вот такой вот довольно простой процесс, да, что каждый раз, когда вам нужно решать какую-то проблему, да, вы первое, определяете ресурс, да, первое, проверяете ресурс на ошибки, проверяете его на высокую утилизацию, проверяете его на сатурацию, и таким образом вы, скажем так, отсекаете какие-то вот стандартные ситуации, да, то есть, это очень важный момент, потому что, когда вы подходите к тому, что вам нужно быстро решить проблему, да, вот, имея возможность очень быстро отсечь стандартные варианты решения, как раз помогает вам сосредоточиться на том, что это что-то, с чем вы раньше никогда не сталкивались. Ну, и пример, опять же, как бы, такого чек-листа может быть довольно простой, но даже такой простой чек-лист для инженеров саппорта, как бы, может быть полезен, то есть, представьте, что у нас есть вот где-то как-то такая топология для нашего сайта, у нас есть CDN, у нас есть Application Gateway, за ним стоит вебапа, за вебапой стоит база данных, да, и представьте, что случилось, что тула, которую мы используем для мониторинга, она начала возвращать на главной странице, там, ошибку, 404, то есть, главная страница внезапно стала не найдена, да. Что мы говорим? Мы говорим, что если у нас есть такие-то симптомы, что какая-то страница начала возвращать 404 на нашем мониторинге, что мы делаем? Шаг первый, да, берем другой инструмент и проверяем этот URL, то есть, допустим, берем браузер и проверяем, как этот URL открывается с браузера, да, дальше мы говорим, допустим, как бы с браузера открылись, все еще 404, странно, хорошо, что мы проверяем дальше, мы говорим, а давайте мы как бы вот уберем из цепочки два наших компонента, уберем CDN, уберем App Gateway и пойдем напрямую на вебапу, да, если у нас есть там какая-то точка входа напрямую на вебапу и посмотрим, что происходит там, возможно, как бы, ну, таким образом, как бы разделив, да, что проблема находится либо на уровне самой CMS-системы, да, на уровне вебапа или базы данных, либо же проблема находится где-то на уровне сетевой инфраструктуры, которая находится перед ним, да, вот, допустим, вебапа отвечает, что все хорошо, это означает, что нам нужно дальше продолжать двигаться вверх, что у нас проблема либо на App Gateway, либо на CD, да, хорошо, используем такую же стратегию, проверяем тот же самый URL напрямую на App Gateway, минуя CDN, да, допустим, как бы там App Gateway отвечает, что все хорошо, да, таким образом мы понимаем, что CDN отвечает, что все плохо, да, а все, что стоит после CDN, отвечает, что все хорошо. Соответственно, действие, которое мы рекомендуем в таком случае, это очистить кэш CDN, возможно, где-то что-то там застряло, да, и попробовать снова. То есть вот такой простой процесс, да, этот процесс, он не сложный, и, соответственно, как бы его может выполнить инженер даже с не очень высокой квалификацией, и вот такие вот простые вещи они как раз и делают, и за счет этого уже если тикет долетает там до следующих уровней саппорта, то уже как бы мы четко понимаем, что все вот эти вот простые мелочи, они были у нас исправлены. Я сейчас только начал обращать внимание на время и понял, что я немножко как бы перетянул, поэтому я чуть-чуть ускорюсь дальше и скажу, что следующее, что у нас есть, это у нас есть модель RED, это модель, которая у нас уже предусмотрена для мониторинга приложения, и она предусматривает мониторинг плюс-минус, как и модель US, по трем компонентам. Это количество запросов, количество ошибок и средняя длительность выполнения этих запросов. Что очень важно в модели RED, это то, что у нас по умолчанию, когда мы говорим запросы, так как мы можем видеть вот такую ситуацию, так называемую unscope. То есть мы видим, что за какой-то период времени у нас в систему пришло 10 тысяч запросов, среднее время ответа 700 миллисекунд и процент ошибок 0,1 процента. То есть всего лишь 10 реквестов отвалились с ошибкой. И по этой модели, когда мы смотрим вот на такое вот как бы unscope представление, мы понимаем, что ну, вроде как все работает хорошо. Ну, как бы, камон, какие тут могут быть проблемы. 10 реквестов как бы из 10 тысяч заправилось. Ну, скорее всего, как бы там это то, что мы никогда не найдем. Но не совсем, да. Модель RED, она предусматривает, что вы должны иметь возможность, грубо говоря, скоупить ваши запросы, если мы говорим про HTTP запросы, и группировать эти запросы, допустим, да, там как бы по URL. В таком случае, сгруппировав запросы по URL, мы можем увидеть вот такой следующий как бы сценарий, что из вот этих вот 10 тысяч, да, у нас было 10 запросов на один и тот же URL, да. Средняя длина была 60 тысяч миллисекунд и процент ошибок был 100%. То есть это нам показывает, что у нас есть какая-то страница, либо же какой-то endpoint, вот в рамках которого, в рамках которого хоть обращение к нему происходит и редко, но никогда еще не было такого, чтобы этот endpoint вообще отработал. Он постоянно падает с ошибкой. То есть таким образом это дает нам возможность максимально быстро понять, что и где у нас поломано. здесь у меня как бы немножко скриншотов я хотел показать опять же про Azure, но давайте, как я уже говорил, двигаться дальше. Дальше у нас идут продукты, да, вот мы поговорили про основную теорию, как сделать мониторинг, мы поговорили про то, как выстроить процессы. Теперь мы говорим, а давайте же посмотрим, какими продуктами мы можем для этого пользоваться. И здесь внимание и внимание абсолютно любыми, да. То есть мне, как архитектору, мне абсолютно все равно, какой инструмент команда будет использовать. Я вам скажу даже больше, когда мы работаем вот именно в сервисных компаниях, то в сервисных компаниях мы работаем в рамках, да, там как бы бизнес-энвайрмента клиента, и может быть такое, что у одного клиента используется такой набор инструментов, у другого клиента на уровне Enterprise утвержден, там другой набор инструментов, и так дальше, и так дальше. И вот представьте, приходит какой-то вендор и говорит, а мы вам, да, типа заставим все делать вот так, да. Конечно же, клиент не будет счастлив, но если у меня есть подход, если у меня есть процессы, по которым я работаю, то я уже могу прийти к вендору и сказать, смотрите, у вас есть набор ваших продуктов, да, мы можем использовать ваши продукты, потому что вы все равно хотите быть осведомлены о том, да, как бы что, где, как происходит с вашим сайтом. Мы, поскольку полностью отвечаем за саппорт этого сайта, мы будем использовать вот эти вот процессы, да, как бы если надо, мы можем вас включить, опять же, как бы где, как угодно в эти процессы. И мы даем возможность команде выбрать, какой инструмент она хочет использовать, да. В каком-то случае команда больше любит, там, не знаю, там, Zabbix, какая-то другая команда больше любит Prometheus. Третья команда говорит, мы вообще все хостим на Azure, поэтому мы будем использовать Application Insight, Log Analytics и так дальше. И я абсолютно согласен со всем, да, если команда сможет мне показать, дать ответы вот на те вопросы, которые я задавал ранее, да, как у них выстроены процессы, как они мониторят ту или другую вещь, да, как я могу понимать состояние системы по внешним ее сигналам, то, опять же, как бы используйте на здоровье любой инструмент, который вам больше нравится. И здесь как раз вот такая вот тоже небольшая добавочка, собственно, где же у нас Dev встречается с Ops, да, вот в контексте DevOps, где у нас идет слияние этих двух дисциплин. Смотрите, то, что мы начали делать для наших приложений и то, что очень сильно нам помогает как раз поднять вот уровень Observability системы, мы начали делать Custom Health Check API по трем, собственно, таким направлениям. Первое, ну, мы всегда делаем как бы три Endpoint для каждого компонента. Мы делаем Endpoint, который позволяет нам проверить Application Runtime. То есть если приложение на .NET, то мы делаем просто Endpoint, который там возвращает какую-то стандартную константу, таким образом проверяя, что .NET Runtime там работает, да. Дальше. Второй Endpoint, который мы делаем, это Endpoint, который проверяет внутренние зависимости. То есть, допустим, там база данных, кэш, сторидж и так дальше. Вот. Который может не просто проверить, что у меня где-то там в environment variable живет connection string к базе данных. Нет. А который может эту стрингу взять, к базе данных подключиться и выполнить что-то простое. Например, там, get date. Ну, какой-то такой простой запрос, чтобы убедиться, да, что база на месте и в connection string отправим login, пароль и так дальше, и так дальше. А также мы с какого-то момента начали мониторить внешние зависимости. Потому что вот в контексте того же e-commerce, да, часто бывает такое, что payment gateway у вас какой-то внешний и так или иначе вам все-таки нужно его хоть как-то, но мониторить. Почему? Потому что вы должны понимать, да, что когда вы там перенаправляете куда-то клиента, да, как бы вы должны понимать хоть примерно, что с тем сервисом происходит. Потому что у вас есть общий flow, да, как бы там, не знаю, чекаута вашего товара, да, и вам нужно понимать, что происходит с payment gateway, и если оплата не прошла, да, как будто вам с вашей стороны нужно все равно сделать какой-то набор процедур, который пользователь поможет потом повторно эту оплату провести и так дальше. В этом всем очень важно соблюдать баланс между скоростью и уровнем детализации. Потому что если вы захотите сделать большую детализацию, у вас все эти endpoints будут отрабатывать медленно, вот, и это не то, что вы хотите. И, наверное, самый важный, как бы, кусок, после чего мы можем перейти уже к секции вопросов-ответов, это то, как непосредственно померять, да, вот как непосредственно померять с точки зрения observability все у вас хорошо или все у вас плохо. Есть две такие метрики, два таких показателя, MTTD и MTTR, да, это mean time to detect и mean time to repair, то есть среднее время до обнаружения ошибки и среднее время до того, как вы починили эту ошибку. Соответственно, среднее время обнаружения ошибки, да, это то, вот смотрите, если вы посмотрите на вот этот вот график, который как бы именно есть внизу, да, среднее время на обнаружение ошибки, это то, что позволит вам уменьшить вот эту его часть, да, то есть ошибка произошла, насколько долго, насколько долго вы будете ждать, пока вам кто-то об этом скажет. Вот, а MTTR, да, среднее время на восстановление, да, она поможет вам как раз уменьшить вот здесь период вашей диагностики, да, то есть вы знаете, что система ведет себя не так, как вам надо, теперь вам нужно понять, какой конкретный компонент системы у вас не работает, да, поэтому качественно настроенный мониторинг вот по тем подходам, которые я говорил, используя отдельно там метрики, используя отдельно диагностики, используя отдельно ивенты, используя две модели, use, red и так дальше, и так дальше, оно как раз позволяет вам уменьшить вот эти два показателя и таким образом улучшить качество вашего сервиса в целом. На этом давайте я, наверное, остановлюсь, и, Сергей, у меня вопрос к тебе, собственно, есть ли у нас какая-то активность в чатах, есть ли у нас какие-то вопросы в чатах, которые нам нужно обсудить? Так, активность в Дискорде, наче шоусь я не бачу питань, або я не туда дивлюсь. Сейчас еще проверю, что у нас делается в Телеграме. В Телеграме тоже, ну, как ты сказал, это может означать, что никто ничего не понимает, або все все понимали. Да. Ну, я, например, маю питанье, поэтому давай. Давай. Можно я задавати. Сатюрейшн – это прикольная такая штука. А как ее померять для CPU, например, або памяти? Вона реломанна взагалі для таких ресурсов? Да, вот это, кстати, хороший вопрос, да. Почему? Потому что ответ и да, и нет. Почему и да, и нет? Потому что чисто технически ты можешь ее померять и для CPU, и для памяти. Но если ты работаешь, например, с облаком, с каким-то сервисом на уровне платформы, а ты, скорее всего, хочешь работать с каким-то сервисом на уровне платформы, потому что это позволяет тебе часть операционки аутсорсить, собственно, там, на вендора этого облака, да, то тогда этот вендор может не дать тебе доступ к той метрике. Потому что, вот, например, я приведу пример конкретно с Azure WebUp, да. Вот. В Azure WebUp ты можешь померить загрузку CPU, но ты не можешь померять Saturation CPU. Почему? Потому что Saturation CPU, он тебе, грубо говоря, покажет, сколько у тебя всего на этом хосте, то есть, грубо говоря, на этом там, на этой операционной системе, да, сколько у тебя всего задач, допустим, там, сейчас у CPU находится в очереди. Проблема в том, что это не обязательно твои задачи. Потому что у тебя нету прямого доступа, у тебя нету прямого контроля. Вот именно над операционной системой. Если мы говорим, что ты, опять же, имеешь полный доступ к операционной системе, да, тогда Saturation, как бы, померять у тебя шансы есть. Но если ты работаешь с платформой, то, к сожалению, нет. Ага. Дякую. Как бы это может быть EIS, это может быть там что угодно другое, да. Вот. И, соответственно, у тебя уже веб-сервер как раз отвечает за то, чтобы формировать очередь этих запросов. То есть, это задача как бы не конкретно ASPNet, это задача того процесса, который хостит себе ASPNet. Ну, то есть, я, например, знаю, как это посмотреть там для EIS, да, вот. И я думаю, что там, если ты хостишь это в рамках, не знаю, может быть того же там Кестерла, допустим, да, то там тоже должна быть возможность это посмотреть. Я, возможно, так вот сейчас сходу не скажу, да, но на EIS это вообще не проблема. Угу. Супер. А ты еще раз говоришь про разделение мониторинга хелса, ну, внутреннего зависимости и внешнего зависимости. У меня такие вопросы. Если у нас, например, есть много сервисов, которые, можно сказать, однотипные, або там большинство из них используют одни и те самые внешние ресурсы, там, какие-то, то же самое gateway, payment, там, или еще что-то. А что лучше сделать? Чи додать в каждый сервис окременно хелс для этих всех компонентов? Чи сделать, возможно, какой-то окременный дашборд в своем решении для мониторинга? Ну, и просто дивитесь там, а сервисы цим не грузить? Как ты с досвиду, можно сказать? Ну, по опыту я, как бы, сказал бы, ой, извиняюсь, следующее, что особенно, особенно, да, вот это ярко видно, когда у тебя система идет геораспределенная. То есть, когда у тебя есть, допустим, там, твое приложение, развернутое в нескольких дата-центрах в нескольких регионах, то вполне логично, да, как бы, что когда ты ходишь на вот эти вот third-party интеграции, особенно, если это что-то большое, допустим, у тебя идет интеграция, там, с PayPal, да, то по-хорошему под ногами у тебя будет происходить то, что у тебя, допустим, твои европейские сервера будут подключаться к европейским серверам PayPal, а твои американские сервера будут подключаться к американским серверам PayPal. Вот, и по-хорошему, и по-хорошему, когда у тебя клиент придет на, допустим, там, американский твой инстанс твоего интернет-магазина, захочет там что-то купить, его перенаправят на американский инстанс PayPal. И если европейский PayPal работает, а американский PayPal там по каким-то причинам не работает, да, а причин там может быть миллион, да, вот, то, соответственно, тебе нужно об этом понимать. Но как я обычно это мониторю, я все равно это мониторю вот именно там по регионам, по компонентам, потому что это в том числе дает мне понимание, что мне, допустим, нужно инициировать вот этот вот сценарий там грациозной деградации, как я его называю, graceful degradation, да, мне его нужно инициировать только, допустим, для части какой-то моей системы, развернутой в одном регионе, или же это какая-то глобальная проблема, вот, и мне нужно это что-то сделать вот именно там на глобальном уровне. Потому что если у меня там отворился только один регион у какого-то партнерского API, то есть большая вероятность, что там, не знаю, пройдет минута, и этот регион вернется. А если у меня как бы там легло, допустим, там в пяти регионах сразу, вот это уже как бы проблема. И здесь с одной стороны, с одной стороны, да, я могу это продиагностировать, но я не могу на это вообще никак повлиять, ну, совсем, да, то есть лег PayPal, да, я об этом знаю, да, я об этом узнал через пять секунд, но как бы что я могу теперь сделать для того, чтобы он поднялся обратно, абсолютно ничего, да, вот, но тем не менее, опять же, это дает мне возможность мониторить, и с точки зрения как раз вот именно тех договоров, которые мы, например, подписываем с клиентом, да, это дает мне как раз необходимые вот эти вот факты, необходимые факты, чтобы сказать, смотрите, да, у нас SLA всей системы был там ниже, чем тот, на который мы там изначально закомедили, чем тот, который мы пообещали, но он был ниже не по нашей вине, а потому что сервис партнера где-то лег, да, и это может уже там как бы инициировать, опять же, там разные диалоги с клиентом, что окей, давайте там, не знаю, чтобы в следующий раз такого не было, то у нас будет основной Payment Gateway PayPal, а там какой-то, не знаю, там вспомогательный Payment Gateway, там где PayPal лежит, там, ну не знаю, что-то еще. То есть мы обычно это мониторим вот для таких целей, более стратегических. Зрозумело. И, мабуть, остальное питание с чатику. Как лучше мониторить невеликий сайт? Чи нужно это взагалі? Хороший вопрос, да. Мне этот вопрос там как бы раньше задавали, вот даже, знаешь, задавали, как бы, да, вот где-то на каком-то ивенте я услышал одну такую интересную фразу, как правильно посчитать, как правильно посчитать, какой бюджет у вас есть на там улучшение безопасности вашей системы. Да, то есть все знают, что безопасность – это важно, и как нам посчитать, допустим, там, сколько денег мы готовы влить, чтобы эту безопасность как-то улучшить, потому что по-хорошему влить туда можно тоже как бы там бездонное количество денег. Вот. И я бы сказал, наверное, следующее, да, как бы я бы сказал, что, конечно же, для мелких сайтов вот такой вот как бы детальный мониторинг не факт, что вам нужен, да, но я обычно это считаю просто по бизнес-кейсу, да, то есть там возьмем пример А, да, что у вас есть сайт, да, допустим, этот сайт перестал работать и не работал час, да, что случилось, какой будет от этого, да, там, как бы, как это повлияет на ваш бизнес, там, или еще на что-то, да. Если у вас на этот сайт в час заходит, там, 10 пользователей, то, ну, скорее всего, это повлияет немного, да, вот, хотя, опять же, тоже зависит сильно от контекста сайта. Просто то, с чем мы сейчас работаем, да, вот, ну, опять же, вот вернусь, как бы там покажу, сейчас, секунду, промотаю на другом экране, так будет мне проще, наверное, это показать, этот конкретный скриншот, да. Да, то есть, смотрите, вот сайт, да, сайт среднего размера, это при том, что вся статика, которая у нас есть, она закеширована на сиденье, и, как вы видите, на сайте среднего размера, вот здесь, ну, точнее, даже вот начнем сверху, это метрики за 24 часа, за 24 часа у нас было 875 тысяч запросов на этот сайт, поскольку вся статика у нас лежит в сиденье, то это было 875 тысяч запросов на рендеринг каких-то страниц, ну, то есть, вы можете себе примерно представить, какой трафик в пользователях идет на этот сайт, и это, я же говорю, и это среднего размера, то есть, есть у меня проекты еще больше, вот, поэтому для таких больших проектов, конечно, нам нужно делать довольно большие и сложные системы, почему? Потому что, если у вас есть, допустим, там, не знаю, WordPress, да, если у вас сайт на WordPress, то WordPress, я, конечно, с ним давно не работал, но из того, что я помню, он состоит из одного компонента, собственно, сам WordPress, да, поэтому, если там что-то поломалось, ну, как бы, вот, чините WordPress, а то, с чем мы работаем, это системы, я же говорю, которые могут состоять, там, из 20-30 компонентов, и когда что-то ломается, то раньше была большая проблема понять, в каком вообще компоненте это поломалось, и как раз вот эти вот системы мониторинга, которые позволяют мне потратить, там, первые 10 минут, пройдясь по дашбордам, сравнив все метрики и через 10 минут уже нырнуть четко в один компонент, четко в то место, где я знаю, где есть проблема, поверьте, они очень сильно решают. Для небольших сайтов, да, я же говорю, вполне хватит какого-то решения попроще, но единственный правильный способ это понять, это дать себе ответ на вопрос, сколько денег, там, или чего-то еще вы потеряете, если ваш сайт будет недоступен, там, допустим, на протяжении, там, часа или дня, или там чего-то такого. Супер, дякую за відповідь и за сессию.